Разберем работу раздела «Новости» в многоязыковой конфигурации. Сейчас, если мы перейдем к настройкам инфоблоков «Новости», то мы увидим инфоблок «Новости» для русского сайта, привязан к сайту русскому, первому сайту компании. А инфоблок для английских новостей привязан ко второму сайту, который отвечает за английский язык. И, соответственно, в публичной части компонент настроен таким образом, что в английской версии в виде источника используется тип компонента «Новости», информационный блок «Ньюс». А в русской версии используется второй инфоблок с русскими новостями. Тип инфоблока «Новости», инфоблок «Новости». Рассмотрим вариант, когда необходимо в одном инфоблоке разместить сразу информацию для нескольких языковых версий. Для этого модифицируем инфоблок для первого сайта. Добавим дополнительные свойства. Для англоязычного новостного раздела нам понадобится добавить следующие свойства. Первое – это название, типа строка, свойства «en», нижнее подчеркивание «name». Второе – это описание, description, типа «html текст». И «detail текст» – тоже типа «html текст». Сохраним эти свойства. Далее настроим форму для добавления новостей. Вот у нас отобразились наши добавленные свойства. Форму настроим следующим образом. Убираем пока что вкладки «Анонс» и «Подробно». Переменуем вкладку «Новость» на «Новость.ru». В ней оставим следующие поля. Это начало активности, окончание активности, название. Свойства мы убираем. И добавим сюда следующие поля. Это картинка для анонса, описание анонса и детальное описание. Такие поля у нас будут на вкладке для заполнения новости на русском языке. Добавим новую вкладку для новости на английском языке. Сюда добавим свойства «name» названия. Картинку возьмем из детального описания. Переименуем ее. Свойства «description» и свойства «detail text». Установим чекбокс. Установить данные настройки для всех пользователей, чтобы сделанные нами изменения были доступны всем. Сохраняем. Смотрим. Смотрим. Таким образом, у нас такие поля, как «активность», «начало активности» и «окончание активности» устанавливаются в русской версии сайта. Также здесь присутствует название, картинка для анонса, описание для анонса и детальное описание. В английской версии у нас устанавливается название, картинка для английской версии, description и «detail text». Картинку для английской версии мы выбрали из детального описания, потому что в настройках инфоблока можно создать автоматический ресайз и формирование этой картинки. Форма у нас готова.